Чтение сказок у Камина, потрескание поленьев и яркие языки пламени добавили осеннему вечеру тепла и уюта. Рядом за столами велись интеллектуальные бои в шашки и шахматы. В фойе на первом этаже громко и выразительно читали стихи и пили чай с печеньем. Количество тематических станций, где можно было интересно провести время, не поддавало счету. Очень помогли в проведении акции добровольные помощники. Мы предлагаем детям либо сначала разрисовывать, либо делать шарфики. Они рисуют котов и с помощью ниток делают шарфы. Теплый вечер в Пушкинке расширяет свои возможности, приглашает творческих людей поделиться своими умениями с саровчанами. В этот раз на одной из станций руководитель клуба «Артпозитив» провела для юных читателей и их родителей мастер-класс по изготовлению картины с пластилином «Мягкие лапки». Сегодня как раз мы с детками лепим различных животных, у которых теплые лапки. Такие очень классные работы получились, теплые, душевные. И очень приятно, что дети приходят с родителями. Теплый вечер в библиотеке имени Пушкина стал уже доброй осенней традицией. Проводится в четвертый раз. В этот день посетителям разрешается от души веселиться, громко смеяться, знакомиться с новыми друзьями и с пользой проводить время. Цель ее такая, чтобы согреться дружеским теплом, общением, почитать хорошие книжки, заняться творчеством очень интересно, чему-нибудь научиться, показать свое творчество. В этом году символами вечера стало все, что так или иначе ассоциируется с теплом. Душистый чай, свежие выпечка, мягкие пледы и подушки, теплая дружеская атмосфера. А для сотрудников придумали специальную отличительную атрибутику. Сотрудников-то можно всех узнать вот по таким вот варежкам. То есть это такой специальный отличительный знак тоже, то, что нас согревает. И теплообщение, и какие-то предметы, поэтому сегодня в библиотеке много мягкого, теплого, пушистого, много котиков, много пледов. Специальными гостями теплой акции стали воспитанники детской школы искусств номер два, которые представили свои керамические работы. Яркую концертную программу подготовили юные артисты из танцевальной студии «Задоринки». Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.